с вами николай пивненко в проекте дата сегодня 17 июля всемирный день международного уголовного правосудия также день основания морской авиации военно-морского флота россии дело в том что в 1916 году русские летчики одержали победу воздушном бою над балтийским морем четыре гидросамолета м-9 авианосца орлица сразились с четырьмя немецкими самолетами так началась история российской морской авиации также день этнографа в россии отмечается сегодня введен он в честь дня рождения в 1846 году этнографа и путешественника николая николаевича миклуха маклая большую часть своей жизни он посвятил изучению коренного населения австралии океане и новой гвинеи собрал уникальные сведения нанес на карту новый пролив и архипелаг открыл неизвестные виды растений папуасы называли его таморус русский человек маклай пришел к ним без оружия с желанием просто понять и помочь и в знак восхищения и удивления он получил новое имя каран тому человек с луны все его путешествия назывались экспедициями за человеком он как бы доказывал что человеческая раса имеет один корень также сегодня всемирный день эмодзи или эмоджи два варианта произношения праздника связаны системой транскрипции японского языка которая принята в разных странах эти значки используются чтобы обозначить свое настроение и эмоции радость гнев слезы удивления само же слово происходит от японских картинка и символ каждый год оказывается разрабатываются новые эмодзи всего на сегодняшний день их насчитывается почти 2000 у родившихся в 1945 году появляется на свет алексей рыбников композитор заслуженный деятель искусств рсфср им написана музыка более чем к 80 фильмов в том числе остров сокровищ вам и не снилось тот самый мюнхаузен и другие он автор опера звезда и смерть хоакина мурьет это рок-опера и юнона и авось мюзикла приключения баратино тираж некоторых его пластинок с этими произведениями превысил миллион экземпляров в 1954 году появляется ангела меркель немецкий политик канцлер германии с 2005 года в 1957 мария арбатова настоящая фамилия гаврилина драматург сценарист радиоведущая публицист психоаналитик активная деятельница феминистского движения о некоторых событиях этого дня 1762 год новоиспеченная императрица екатерина узнает что ее мужа больше нет в живых он задушен караулев шими его подвыпившими гвардейскими офицерами во главе с федором барятинским и алексеем орловым похоронили петра незаметно и не в императорской усыпальнице формально это оправдывалось тем обстоятельством что петр так и не был коронован император процарствовал всего сто восемьдесят шесть дней после смерти матери уже император павел шокирует всех приказанием извлечь и слевшие останки отца из могилы короновать и торжественно захоронить вместе с останками матери так он попытался восстановить попранную справедливость 17 июля 1793 года в париже казнена двадцати четырехлетняя шарлотта кордэ убившая вождя икабинской диктатуры марата она сравнивала себя с орлеанской девы жанны дарк собираясь принести в жертву себя интересам родины больной марат принимал целебную ванну террористка минут 15 рассказывала якобы зреющим норманди заговоре против икабинцев а потом выхватила нож и зарезала его наследствие кордэ держалась дерзко и даже хотела сделать своим адвокатом самого робеспьера когда шарлоту гильотинировали помощник палача поднимает ее отрезанную голову и треплет по щекам 1944 год по садовому кольцу москвы проходит так называемый парад побежденных колонну из 60 тысяч немецких военнопленных возглавляет фридрих эвильгельм фон паулюс немцы военной форме многие в самодельной обуви на деревянной подошве из посуды им разрешали пользоваться только банками из-под консервов на улице вышли сотни тысяч москвичей в гробовой тишине раздавался лишь грохот деревянных подошв и позвякивание банок сзади ехали поливальные машины символично смывая грязь после прохода врагов парад в кавычках закончился к 7 часам вечера когда все пленные разместились по вагонам и были отправлены в места заключения 1945 год 17 июля по 2 августа проходит берлинская поцдамская конференция сталина трумана и черчилля с 28 июля его заменит новоизбранный премьер этли принято решение о демилитаризации и деноцификации германии уничтожение германских монополий о репарациях о западной границе польши подтверждена передача ссср города кернгсберга и прилегающего к нему района это первый выход свет сталина в новеньком мундире генералиссимуса первый выход президента сша трумана и последнее крупное событие в политической жизни у инстона черчилля 1955 год к югу от лос-анджелеса открывается первый детский парк диснейленд волшебная страна героев диснеевских мультфильмов пышная церемония которую провел естественно сам король мультипликации дисней транслировалась по телевидению за первые 25 лет существования парк посетили более 200 миллионов человек в 1971 году второй американский диснейленд появился во флориде а в 1983 подобный парк открылся под токио и еще в девяносто втором под парижем и судя по всему еще будет открываться 1975 год стыковка союза и аполлона впервые встреча представители двух ведущих космических держав проходит на столь по высоком уровне в буквальном смысле этого слова первыми пожимают руку друг другу алексей леонов и томас стаффорд 1986 год во время телемоста ленинград бостон звучит фраза у нас в ссср секса нет об этом с экрана телевизора заявляет симпатичная молодая женщина ведущими телемоста были популярные тележурналисты с нашей стороны владимир позднер с их фил донахью хотя на самом деле было и продолжение фразы в ссср секса нет а есть любовь но все ее объяснения были вырезаны и оставлена лишь фраза у нас в ссср секса нет ведь на самом деле это была не прямая трансляция но кто будет рисковать телемост был показан по телевидению говорят лишь спустя два месяца он вышел в эфир только после личного одобрения горбачева ну и последнее 1918 год 17 июля в екатеринбурге расстреливают последнего российского императора николая второго и членов его семьи в половине 12 ночи 16 июля заместитель областного комиссара юстиции юровский приказал отвезти содержавшуюся в ипатерском доме царскую семью с челядью в подвал первым шагнул к ступеням николай второй с наследником алексеем на руках к нему присоединилась супруга александра федоровна за родителями последовали дети за ними доктор боткин и персонал едва юровский зачитал решение уральского совета о казни царя прогремели выстрелы у наследника стреляли дважды анастасию и горничную после выстрелов на всякий случай еще закололи штыками рядом с умирающей царевной заскулила ее любимая собачонка джейми пса прибили прикладом через 80 лет в годовщину расстрела останки были захоронены в петропавловском соборе санкт-петербурга впрочем православная церковь до сих пор официально их не признает с вами был николай певненко в проекте дата дата